Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Вайтином. Добрый день. Сотни миллионов людей уже движутся не только в географическом, но и в социальном пространстве. По самым последним оценкам, опубликованным в ООН, в прошлом году, в 2017-м, на 100 миллионов человек больше переместилось, эмигрировало, переехало. То есть, говорится так, с незапамятных времен люди кочевали по определенной территории или перемещались на новые земли. Это были миграции коллективные, люди всегда двигались в составе рода, племени, общины, орды, народа. Сейчас все обстоит абсолютно иначе. И дальше ожидается, миграция будет еще увеличиваться. К чему все это смешание, все это перемешение приведет? К Вавилону, очевидно. Люди срываются со своих мест, едут. Все зависит только от того, сопровождается ли это великое перемещение народа в 21 веке. Соответственно, методикой правильного смешивания, правильного отношения народа друг к другу. В этом-то проблема. Поэтому от этого великого перемещения нам надо ожидать нехороших свойств, нехороших следствий. Нам, я имею в виду, евреям. Потому что именно они ответственны за то, чтобы снабжать человечество методикой объединения. Правильной методикой объединения. Иначе будут войны, будут проблемы, евреи будут затерты между всеми народами, и там их перетрут. В чем правильная методика смешивания? Вот не только евреев, арабы въезжают в страны. Никто этого ничего не знает, и никто этого не осознает. Почему и как. Люди пытаются как-то оправдать это какими-то политическими, экономическими, идеологическими мотивами. Но это все не имеет никакого отношения к действительности. В итоге наш эгоизм, который должен соединяться со всеми, со всякими другими проявлениями эгоизма в других народах, странах, расах. Он вынуждает нас это делать. Нам кажется, что мы... Вдруг я хочу куда-то переехать, вдруг ко мне кто-то хочет приблизиться или удалиться, или как-то. Вдруг я хочу ехать куда-то отдыхать. Миллиарды людей перемещаются с места на место все время. Это просто происходит какое-то бронзовское движение, нам кажется. На самом деле это не бесполезное, и оно абсолютно логическое. Не хаотичное. Не хаотичное никак. Хаоса в природе нет, он только внутри нас. В нашем понимании, не в нас самих, а в понимании. Остальное все абсолютно четко детерминировано. Так по какому закону все-таки это происходит? Закон есть, вы сказали. Закон, по которому все желания, которые были разбиты предварительно, они должны снова соединиться. Но перед своим соединением они должны включиться друг в друга эгоистически, чтобы понять, насколько их эгоизм внутренний разрывает. То есть человек, который чувствует сегодня, что он не может сам с собой находиться, это потому что он связан с другими. Он пару тысяч лет назад таким себя не чувствовал. Все было спокойно, хорошо. А сегодня он не может терпеть себя. Почему? Потому что в него включились все остальные в каком-то виде. И он чувствует внутри себя вот это противодействие, противоречие. И он уже состоит из многих людей, из многих свойств, которые ненавидят друг друга. А так всегда было так, спокойно, хорошо. Смотри, действительно, на средневековые картины, музыку, живопись и все прочее, как когда было. Это все проходило спокойно так. Лютневая музыка. Лютные колокола, спокойно так, все, тихонько все было. У меня сейчас два вопроса. Один вопрос такой. У человека на сегодня перестает быть понимание, что такое родина. Что это место, где я родился. Это точно. Сегодня, да, сегодня у людей пропадает чувство родины, места, семьи, расы, пола. Вообще все, что угодно. То есть эгоизм себя он желает нивелировать до такой степени, чтобы как бы заново родиться. От нуля. Чтобы я командовал всей своей природой. Настолько, что я даже пол хочу свой изменить. Чем могу, хочу изменить свое сознание. Это вообще поразительно. Закон правильного смешивания. Какой он? Закон правильного смешивания, когда все происходит только во имя друг друга, а не во имя себя. И тогда это смешивание будет правильным, добрым, осознанным и направленным прямо на Творца, на высшую силу. Правильное смешивание мы достигаем с самого комфортного состояния. Ни один человек не может его достичь, не смешиваясь со всеми. И только правильно смешиваясь. То есть на отдаче другим он сможет себя реализовать. А вот как стране правильно принять людей, которые втекают в нее, бегут откуда-то от страданий? Только если поставить условиям. Вы сначала, дорогие мои, и мы, и вы заходим в определенное состояние, когда мы обучаемся, как правильно соединяться друг с другом. То есть мы обязаны изучить законы коммутации, интеграции, объединения вплоть до любви и затем начать применять их на практике. Вот когда мы дойдем до практического применения, то, что вы подготовились там и мы подготовились здесь, можно между нами убирать, раскрывать ворота и начинать жить вместе. То есть реализовывать на практике то, что мы изучили. Тогда смогут жить вместе. Тогда смогут. А иначе нет, конечно, никак. Так.